Если б жив был И торжественный сон площадей В небо пьющее искры фонтанов И красивых сибирских людей В небо пьющее искры фонтанов И красивых сибирских людей Там, где сонки в кругу теснее Жмутся, чтобы вот-вот не упасть На крутых берегах Енисея Славный город стоит Красноярск На крутых берегах Енисея Славный город стоит Красноярск Бой часов, перезвон колокольный В переливах сольют голоса Когда житель его миллионный Улыбаясь, откроет глаза Может, есть в мире страны красивей Может, есть и древние города Только города в сердце России Мне не будет родней никогда Только города в сердце России Мне не будет родней никогда Там, где сонки в друг другу теснее Жмутся, чтобы вот-вот не упасть На крутых берегах Енисея Славный город стоит Красноярск На крутых берегах Енисея Славный город стоит Красноярск Славный город стоит Красноярск Только что мы посмотрели, послушали Решили участвовать Как это давно случилось и что за проект такой Это проект, это второй сезон этого проекта Начинается он обычно в начале зимы То есть где-то в середине феврале объявляется конкурс И вплоть до конца мая идут наборы заявки Сначала онлайн отбор большой В этом году было 1862 заявки со всей России И 25 финалистов попадают в очный тур Который состоится 4 ноября в Нижнем Новгороде Вы попали в очный тур? Да, вот такая радость случилась Поэтому хотел бы поделиться с красноярцами своей такой радостью Художественный руководитель Олег Михайлович Газманов Вот кстати, как с ним работает Интересно, хороший ли он наставник Вы знаете, было пока две встречи То есть кто в Москве, понятно, они были в очном формате Кто в других регионах, мы были по теле мосту подключены И общались там не только Олег Михайлович, но и Зара И Родион Газманов, и Бастов жюри И команда Родников, хороший такой состав И знаете, такие душевные, на самом деле, корректные и очень такие гибкие люди В этом смысле, пока все впечатление великолепное И я надеюсь, что оно сохранится до самого концерта, до самого финиша Артем, вы можете рассказать для тех, кто не следит, может быть, за этим проектом Не в курсе Олег Газманов, он, получается, какую функцию выполняет? Это руководитель вашей команды, получается, или как это устроено? Ну, во-первых, это вдохновитель самого проекта То есть без него ничего бы не было, в принципе, априори, да? А второе, он постоянно следит за ходом проекта За участниками И он, конечно же, главный член жюри Председатель жюри Который слушает все произведения, которые поданы на конкурс Вместе со своей командой И все время включен в процесс Все время там какие-то дает комментарии, важные советы Ну, видимо, еще внутри у них есть какая-то кухня Которая организационно такая момент На какой площадке лучше, где лучше это все транслировать Пресс-конференции Какие-то еще вот такие организационные моменты Он постоянно включен Несмотря на вот такой сложный гастрольный график Получается, что это конкурс Проект, да, именно авторской песни Или исполнительской, или авторской и исполнительской Пять номинаций в конкурсе Лучшая песня, лучший текст, лучшая музыка Песни с фронта и исполнительская То есть исполнительской номинации чуть меньше То есть это одна из пяти Остальные все авторские То есть на все, вот в эти остальные четыре Подаются авторы разных частей, скажем, произведений Или песни в целом Ну а вы расскажите, Артем, вы с какой песнью? Это которую мы сейчас только что слышали? На крутых берегах Енисея? Или? Нет, эту песню я исполнил для того, чтобы немножко, во-первых, разбудить красное Она шикарная Да, во-вторых, немножко напомнить о себе, потому что это моя визитная карточка Я думаю, по этой песне меня в этом смысле узнают Благодаря этой песне я с вами познакомилась и о вас узнала Спасибо вам большое за нее Ну вот, на конкурс я подавал песню Она о ситуации сейчас международной и вообще о моих мыслях по поводу всего По поводу дружбы народов Она называется «Три сестры» Она о братских чувствах, о братской дружбе между Украиной, Белоруссией и Россией То есть, несмотря на все вот эти вот перипетии, я думаю, что народы-то все равно славянские И вот эти чувства, это вот все наносное и все неестественное А вот на самом деле глубинные чувства, они должны быть сохранены Поэтому вот об этом песне «Три сестры» И вы с этой песней, соответственно, прошли в 25 лучших Да, финал, да Это здорово Получается, вы 4 ноября уже будете там, верно? Там я уже буду 31-го А, 31-го, октября Почему и достаточно рано вот сегодня об этом говорим Потому что 31-го мы уже уезжаем В Нижний Новгород там будет подготовка Будут каждый день репетиции Будут мастер-классы от педагогов России Это вообще шикарно Хореографические, вокальные мастер-классы Подготовка стилистическая, костюмов, внешности и всего прочего И каждый день репетиции В том числе на большой площадке МТС Лайф Ну, что-то аналогия по нашему БКЗ Ну, мы хотим вас поддержать, возможно, телезрители тоже хотят поддержать Нужно отправлять смазки, звонить куда-то Как это сделать? В социальных сетях, возможно Вы знаете, исходя из вашего последнего сообщения про мошенников СМС-копчения куда отправлять не нужно Нужно сделать следующее Смотрите, я действительно сердечно прошу красноярцев и жителей края Поддержать меня на этом конкурсе Во время самого финала 4 ноября в 5 часов по московскому времени То бишь в 9 по Красноярску Начнется сам финальный концерт И будет трансляция ВКонтакте Прямая трансляция И появится что? Ссылочка на наше любимое народное голосование О чем речь? О том, что помимо профессиональной оценки жюри Будет еще и приз за зрительские симпатии Да, самый любимый, понравившийся исполнитель по мнению зрителей Поэтому, пожалуйста, можно смотреть трансляцию Эту ссылочку там получить Либо на сайте родников Прямо официальный сайт Будет прям на главной странице баннер По нему кликаешь, попадаешь на голосование Поэтому, если меня поддержат мои земляки Будет великолепно, будет низкий, огромный мой благодарность И низкий поклон А мы поддержим С большим удовольствием запоминаем 4 ноября в 21.00 или в 17.00 по московскому времени Начинается финальный концерт Где Артем Толстобров выступит со своей авторской песней И мы, красноярцы, обязаны Просто обязаны Отдать свой голос За нашего чудесного и очень талантливого земляка Спасибо вам огромное Будем надеяться, что все будет хорошо И спасибо землякам заранее за поддержку Спасибо вам Спасибо вам, ребят Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!